Но в Москве тоже снег, причем МЧС объявила экстренное предупреждение в столице из-за метели. Ведомство призвало автовладельцев и пешеходов быть бдительными и также, что предупреждают, что из-за сильного ветра и налипания снега возможно повреждение линии электропередач, частичный провал деревьев и увеличение числа аварий. Но сейчас эти неутешительные прогнозы мы обсудим с ведущим специалистом Центра погоды ФОБОС Евгением Тишковцом. Евгений, я вас приветствую. Итак, какие порывы ветра нас ждут? Снегопад, метель, к чему готовятся? Добрый вечер, Регина. Ситуация в ближайшие часы, я бы сказал, поздним вечером и ближайшей ночью в столичном регионе в плане погоды резко ухудшится. Связано это с тем, что сейчас надвигается на нас мощный североатлантический циклон, он в настоящий момент раскручивается над Прибалтикой, но уже взял курс на столицу и со скоростью 30-40 км в час будет, в общем-то, смещаться. В ближайшие сутки на Москву оброшатся довольно-таки внушительные снегопады, но сейчас в столице снежный покров около 6 сантиметров, по области уже выше 10, ну и с учетом ожидаемых осадков, а мы прогнозируем где-то как минимум еще 7-10 миллиметров осадков, то есть завтра сугробы будут значимы и соответствуют вообще-то декабрьским показателям как минимум. Поэтому погода такая очень сложная, заносы на дорогах, ухудшение видимости и снег, 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 с метелю, порывы ветра будут достигать, ну в среднем это 5-10, но в порывах до 15 метров в секунду. Так что ближайшие сутки и для коммунальщиков, и для автолюбителей будут в плане, в метеорологическом отношении очень сложными. А скажите, а это только в Москве такая ситуация и в каких еще регионах такое возможно? Нет, во власти этого циклона вновь окажется большая часть среднерусской равнины, так что достанется всем. Это новая порция снегопадов, в общем-то придет на большую часть европейской территории России, но может быть исключением станут южные регионы. Что касается дальнейших перспектив, то в принципе единственным может быть положительным моментом, если можно так назвать, это холод отступит и температура приблизится к около нулевым отметкам. Но во власти этого снежного вихря Москва будет оставаться, по крайней мере, до конца недели. Снег, конечно, не будет таким экстремальным, как в ближайшие сутки, но тем не менее различные интенсивности идти-идти практически, ну, я бы сказал, не прекращаясь. Так что до конца недели зима-зима, много-много снега, температура в дневные часы около нуля, в ночные слабый минус. И, конечно же, это погодная сенсация, потому что такое сочетание низкой для этого времени года температуры и такого обилия снегопадов, в общем-то, по статистике, ну, бывает не чаще 10-12 лет. Так что, в общем-то, готовимся к наступлению настоящей зимы. Субтитры создавал DimaTorzok